с которой мы вместе проводим ой а все так началась отлично да всем здравствуйте еще раз очень приятно вас приветствовать сегодня у нас очень уникальная встреча я рада я хотела вас поблагодарить во-первых владимир семьянович за то что вы нам согласились провести эту встречу рассказать про ваши наработки вообще про экологии про экологический кризис и пути выхода через него из него для нас это мы это проводим в рамках тресс-фестиваля который у нас такой как бы исследовательский больше характер носит то есть у нас есть и экологики и художники которые вместе сейчас работают над фестивалем и финальная часть у него будет в сентябре когда мы в алтын козыки это такой жилой массив в рядом прям находится возле мусорного полигона и там на самом деле очень большие как бы проблемы и мы хотим сделать там такой вот небольшой творческий фестиваль но посвященный проблемам экологии и привлекаем к этому знаю вообще всех на разных уровнях то есть это и ученые экологи и урбанисты и художники то есть у нас просто хочется сказать что у нас такой живой процесс который будет представлять уже какое логическое завершение и возможно мы вот этим фестивалем откроем там такой творческий центр в котором в основном дети но вообще жители смогут получать какую-то информацию плюс там будет проходить тоже какие-то мероприятия и курсы поэтому я думаю то что вот вы нам сегодня расскажете мы это тоже будем использовать как базу для вообще понимание до того что происходит и куда мы идем вот спасибо вам большое передали вам слово замечательно я очень рад рассказывать людям с киргизии потому что сразу скажу что в вашей республике работали увы ныне покойные два можно сказать классика охраны природы это арон абрамович брудный и эмиль джапарович шукуров и я был счастлив общаться с обоими в некотором роде являюсь продолжателям того что они делали плюс я по своей профессии орнитолог работаю на биологическом факультете мгу в лаборатории экологии охраны природы занимаюсь поведением птицы в том числе в вашу республику я много раз ездил для орнитологических наблюдений и соответственно я застал еще советский зеленый бишкек фрунзо тогда и вот изменения произошедшие изменения были неблагоприятны и к сожалению то же самое произошло с большинством городов бывшего ссср некогда донецк получил грамоту юнеско как самый зеленый промышленный город россии с приходом рынка зелень стала быстро исчезать разными способами по разным причинам но в одном и том же направлении и соответственно в моем сегодняшнем рассказе я постараюсь показать чем интересна охрана природы первый момент второй почему охранять дикую природу леса луга болота высокогорье важно и для нас мирных обывателей заботящихся о своем здоровье и качестве своей жизни почему одно не отделим от другого и третий нетривиальный момент нетривиальный даже для моих студентов биологов с него я пожалуй начну это показать интересность и сложность проблема охраны природы когда они говорят почему-то сразу вступают всплывают воображение свалки загрязнения исчезающие виды и кажется что эта проблема только практическая нет эта проблема и интеллектуальная охрана природы очень многое дала фундаментальной биологии занятия природоохранные проблемами стимулирует нас думать развивает понимание сложных систем их эволюции совершенствует наш интеллект конечном счете и другой важный момент как говорил эмиль джапарович недостаточно любить природу важно понимать людей и соответственно в моем рассказе будет связь природоохранных проблем социальными и я постараюсь показать как из того чем занимается охрана природы следует предпосылки нынешнего экологического кризиса показать на примерах на коленке неосновательно но на мой взгляд достаточно исчерпывающее и почему надо уйти от капитализма под которым поднимается общественный строй основанный на частной собственности свободе предпринимательства и рыночной экономики чем охрана природы важно нам биологам важно сохранить свои объекты разнообразие видов и биомов планеты тем более что их сохранение в ответ на растущие антропогенное нарушение дает новое знание крайне полезное для биологической теории сложно интересное в интеллектуальном плане обывателям заботящимся о себе и близких нам важна благоприятная среда обитания не только у нас но детей и внуков позволяющие жить долго и быть здоровыми дети и внуки здесь существенны экологическое мышление требует аренда требует долгосрочности и думать не только о себе но и своей стране планете земля в целом иначе и при узколобости когда твои интересы ограничены только здесь и сейчас ты начинаешь упускать главное и существенное плюс как гражданам имеющим специальные знания нам важно просвечать других обеспокоенных экологической ситуации и или не желающих сохранить природу в своем окружении часто не знающих что делать и как могущих быть обманутыми и разрушителями например когда мы в москве пытались противостоять превращению царицинского леса участка ненарушенной экосистемы внутри города в регулярный парк то общаясь лично или в соцсетях с людьми даже расположенными сторону охраны природы часто встречаешь непонимание о чем собственно одно отличается от другого или более общий вопрос а зачем собственно нужна охрана природы в городе ведь город казалось бы для людей не для участков леса луга или болот нет современную эпоху города это центры промышленного загрязнения как воздуха так и почв воды это загрязнение исключительно гибельно влияет на наше здоровье в том числе наиболее тяжело загрязнение твердыми частицами а также активом серы оксидом азота и другими всем тем что идет из выхлопных труб и печек буржуек неорганизованных и фактически единственный способ это загрязнение сдержать и уменьшить это сохранение крупных участков природных сообществ и мы можем гордиться что наша страна бывший советский союз впервые реализовала мечту урбанистов зеленые кольца вокруг городов с зелеными клиньями лесов проникающих внутрь города почти до центра я думаю наша страна может гордиться этим не меньше чем победой над фашизмом впервые это было реализовано в плане развития москвы 1935 года первый генплан и дальше тиражировано по всем областям и республикам ссср начиная от столиц и соответственно ваш город тоже такое зеленое кольцо включал значимость этих колец для страны видна например из того что в сталинграде полностью разрушенном военном сталинграде 1945 году обком решал два вопроса первый это восстановление промышленность сталинградской крупный промышленный центр второй это воссоздание зеленого кольца или в москве когда значительную часть московских лесопарков порубили на дрова во время военных зим сорок первого сорок второго года уже сорок третьего года плановые органы было запланировано средства рабочие руки для того чтобы эти леса сажать без этого не было бы ни современного лосиного острова ни современного измайловского леса других крупных московских лесов тоже делалось и в других республиках на этом примере видно различия между двумя системами социализмом и капитализмом относительно охраны природы и экологического кризиса я сейчас специально буду говорить не об идеологических различиях которые будят эмоции вызывают разногласия а чисто технических моментах при капитализме важно производить то что люди покупают зарабатывая деньги соответственно очень важно продать за живые деньги сейчас а возможные отходы и нарушения природы от всего этого соответственно важно отнести как можно дальше потом в будущее то есть потребить здесь и сейчас больше а восстановить очистить отходов завтра или послезавтра и поменьше то же самое и заплатить налогов при плановой экономике ссср затраты на экологический ущерб связанные с человеческим воздействием производились одновременно с производством товаров и потреблением поэтому экономика стран социализма ссср и его союзников росла медленней рыночных стран линейно они экспоненциально но дала гораздо большее достижение охраны природы и соответственно откуда берется экологический кризис видно на графике в крайнем правом углу экспонента фиолетовая линия это современная мировая экономика сейчас полностью капиталистическая за единственным исключением куба замечу что современная куба это единственная развитая страна которая не превысила свой порог экологического ущерба то есть ее развитие медицинское образовательное на этом пути у куба есть много достижений укладывается в емкость биосферы иными словами когда мы производим что какие-то полезные вещи для себя и других плавим металл строим города прокладываем дороги печем хлеб за этим всегда стоит производство отходов то есть загрязнение загрязнение это собственно вещество не на своем месте любое вещество например нитраты исключительно важные для повышения урожайности сельхозкультур в воде в повышенной концентрации оказываются тяжелейшим загрязнением вызывающим цветение воды и убивающим всю жизнь в озерах как и фосфаты соответственно современная экономика глобального капитализма растет экспоненциально но производит отходы быстрее чем успевает их очищать и нарушает природное сообщество сокращает площадь лесов истребляет важные для функционирования леса вида зверей и птиц быстрее чем они успевают восстанавливаться собственно от этого и есть экологический кризис вот горизонтальная линия на этом графике показывает предел заданной емкостью биосферы сразу скажу что это не значит что человеку нельзя пользоваться природными ресурсами эксплуатировать богатство леса пашни пастбища наоборот нужно потому что как мы увидим дальше умеренная эксплуатация количество ресурсов нарушает количество ресурсов повышает и поднимает порог емкости но очень важно не переходить некоторый предельный уровень а развитие затормозить около него как это показано на втором графике тормозящим около предела с-образным соответственно первый график споненциальный показывает нам экологический кризис второй тормозящий около пределов показывает нам устойчивое развитие сегодня мы будем обсуждать почему обстоятельства складываются так что развитие всемирной ситуации происходит по экспоненте неблагоприятный хотя я сразу замечу в распоряжении человечества начиная 60-х 70-х годов уже есть все научные знания и технологии необходимые для того чтобы от экспоненты отвернуть к с-образной кривой почему это не получилось по причинам исключительно социально политического характера не был преодолен барьер корыстных интересов тех кто зарабатывает деньги на разрушение природы и уклоняется от регенерационных затрат вклада в ее восстановление и в понимании как это получается нам помогут две замечательные книги описывающие модели мировой динамики первая принадлежит донелли и денису медоусом автором знаменитых пределов роста модели впервые появившихся в 72 году 1972 году и в трех своих модификациях показавших как следование сценарию бизнес как всегда то есть неограниченной рыночной экономики где собственники вкладывают капитал туда где прибыльные работники вкладывают свои рабочие руки там где больше зарплата и каждый из участников этой системы старается максимизировать потребление нам экологический кризис гарантирует сразу замечу что модель пределов роста завершила длящуюся все пятидесятые шестидесятые годы дискуссию экоалормистов и техно оптимистов 50-е годы в обоих блоках противостоящих друг другу и в соц странах и в развитых кап странах шло бурное экономическое развитие это было десятилетия максимальных темпов экономического роста но одновременно выяснилась неприемлемая экологическая цена тогда появились смоги губительные для жителей крупных городов и стали регулярным явлением тогда выяснилось что пестициды ведут к безмолвной весне губя насекомых вредителей химикатами мы одновременно вредим собственно здоровью поскольку получаем эти химикаты потом сельхозпродукции и убиваем полезных насекомых хищничающих на вредителях а также птиц млекопитающих рыб и много еще кого то есть все экологические проблемы в 50-е 60-е годы проявились и стали особенно острым в странах капитализма более острым чем в странах социализма но обсуждались они там и там и везде были техно оптимисты они говорили надо просто развиваться последовательно решать проблемы технологии и рынок или в нашей стране технологии план каждую проблему по отдельности решат нельзя говорить о том что проблемы сливаются и утяжеляют друг друга образуя всеобщий кризис моделирование медоузов перечеркнула эти надежды оптимистические замечу что 60-е годы большие надежды были на искусственную пищу искусственную почву мол человеческие технологии разовьются до уровня позволяющего горожанам жить в городах как подводником на подводной лодке города под куполом и соответственно воздух кондиционируется искусственно и в плане очистки от загрязнений в плане микроклимата пищу делают искусственно там или гидропоникой увы за прошедшие ну уже 70 лет к этому даже и не приблизились и по всей видимости это нереализуемо во всяком случае кризисные явления в биосфере развиваются будут развиваться гораздо быстрее чем технология может дать какой-то ответ отсюда без сохранения дикой природы примерно на третьей или половине территории земли ну и каждого региона в отдельности будь то страна область еще какой-то важный для нас с вами местных жителей нам не удастся производить пищу 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 очищать воздух очищать воду то есть получать все то что мы привыкли получать от природы бесплатно всего экологический криз сегодняшней ситуации тем и характеризуется что природа разрушена настолько что то что раньше считалось неисчерпаемым и бралось просто так сейчас человек должен целенаправленно возобновлять это касается и пояса широколиственных лесов которые на биогеографической карте выглядят сплошными полосами сейчас раздроблены городами и превращены в острова между которыми перелески леса вторичные сельхозугодья города гарри и все прочие нарушенные территории и прежде чем рассказывать как собственно с этим кризисом можно справиться я покажу в чем состоит интеллектуальная сложность и интересность природоохранных проблем их научная значимость дело в том что в природе преобладают невидимые или не очевидные воздействия которые надо установить за ограниченное время иначе охраняемый вид вымрет место обитания исчезнет и так далее вот здесь на картинке три замечательных вида новозеландских птиц эндемичных для новой зеландии то есть не встречающихся больше нигде к сожалению колонисты прибыв новую зеландию тащили за собой европейских птиц и млекопитающих уничтожали местную растительность восстанавливая привычный для себя английский ландшафт и очень многие виды выморли а эти остались только на островках у побережья плюс они еще ввозили крыс мышей горностаях ежей и прочих разорителей гнезда уничтожающих птенцов в 60-е и 70-е годы они спохватились стали их охранять и вот левый верхний это петроика робин зарянка справа скворец тико и внизу метасос хихи эти птицы не встречаются больше нигде если они вымрут будет пустовать еще одно звено в экономике природы вы можете меня спросить а в чем практически смысл охраны видов которые ну исчезновение которых может никто не заметить это не дуб это не олени которые дают мясо это маленькие незаметные малочисленные виды но увы представьте себе что вы летите в самолете и если из самолета начнет выпадать по винтику в начале конечно наверное ничего не будет но в какой-то момент это обрушение станет критическим в какой мы не знаем но точно знаем что процесс будет развиваться геометрической прогрессии и поэтому нам надо сохранить на земле все виды и все сообщества елико возможно тем более по мере того как мы больше о них узнаем мы понимаем их полезность в том числе и для наших эгоистических нужд о чем будет далее итак эти три вида птиц стали охранять переселяя на необитаемые острова у побережья двух больших островков Новой Зеландии вот справа внизу график численности петроики здесь видно что переселение удалось удалось и вид спасен численность растет осообразно и достигнув некоторого предела стабилизируется настолько что можно отлавливать избыток популяции и переселять на другие острова это успех с другими видами увы было хуже например медосос хихи упорно не желал расти численно сначала выяснилось вот тут стрелочка показана левый нижний график что ему требуется подкормка сахаром причем это все становится понятным в процессе сохранения вида а скворец а скворец стика вообще его численность не росла совсем когда стали интересоваться а почему ну сначала отсеяли обычные гипотезы мол там нарушение места обитания хищники оказалось что на эти необитаемые острова пускали экотуристов экотуристы были цивилизованные то есть они останавливались только там где положено останавливаться кострище разводили только в специально отведенных местах не мусорили но они оставляли остатки пищи на остатках пищи развивался грибок аспергильдум которому эти птицы оказались чрезвычайно уязвимы и вот соответственно на правый график на острове терири матанге медосос прекрасно развивался а на острове макойя где нагрузка гриба аспергильдума была слишком большая и корма было меньше он вымирал то есть невидимая и не учитываемая опасность оказалась критическим фактором влияющим на успех или не успех охраны причем понятное дело что выяснить эту самую невидимую опасность нужно за очень ограниченный срок иначе вид исчезнет и это работу природоохранника дело уподобляет работе детектива который должен за ограниченный срок сложить головоломку из всех материальных обстоятельств и раскрыть преступления вот красивая бабочка крупная голубянка орион которая исчезала в великобритании у бабочки очень сложная жизненность цикла в начале ее маленькая гусеничка живет на чабреце потом ест его потом из чабреца она ползет в муравейник муравьи здесь изображены мирмика сабулете и там ее гусеница паразитирует на муравьях она выделяет наркотические вещества почему муравьи ее облизывают а она поедает их расплод бабочка исчезает исчезновение было во времени связано с переходом от традиционного пастбищного животноводства создающего такие характерные пустоши с чабрецом и этими муравьями к интенсивному сельскому хозяйству этот переход происходил в рамках всего Европейского Союза и вроде бы исчезали места обитания для бабочки однако после того не значит следствие того вывод что связь с сокращением места обитания и с сокращением численности муравья была неправильной в результате голубянку не успели сохранить она вымерла а муравьи еще продолжали встречаться оказалось что важна мозаичность места обитания от цветущего чабреца где молодая гусеница кормится до гнездомермики должно быть не более двух метров если больше гусеница не находит гнезда у нее не хватает сил помирает от недокорма так что если муравейники расположены реже некоторое расстояние подальше от чабреца на полметра на метр все бабочка исчезает когда это с запозданием выяснили из Польши где эта бабочка сохранилась ее стали завозить в Великобританию и успешно восстановили то есть часть сил человек должен тратить на восстановление разрушенных природных сообществ и очистку производимых им загрязнений и чем дальше развивается экологический кризис тем большую часть он должен тратить те же самые невидимые факторы важны были для самой для самого чудовищного ущерба который человек в двадцатом веке нанес природе я имею в виду вымирание амфибий вот например это красивее красивейшая лягушка орликин из Панамы ее правда удалось спасти изолировав от грибка убивающего амфибий батраха хитриум дендрабатис иными словами в тропические леса где этих разнообразных лягушек жаб, саламандр и других амфибий было множество там по непонятной причине появился грибок который их убивал быстро неотвратимо и на графике в правом верхнем углу видно как растет число вымерших видов то есть количество вымерших видов от завоза грибка исчисляется десятками и собственно справа внизу этот самый грибок на электронной микрофотографии показан и вот тут вступает в действие социальный момент немедленно столкнулись две теории откуда этот грибок взялся первая теория была связана с тестами на беременность тесты на беременность первого поколения которые делались на шпорцевых лягушках вывозимых из Африки мол вместе с этими тестами грибок завезли вторая гипотеза была связана с торговлей экзотами а надо сказать что торговля экзотическими лягушками, рыбками, птицами добываемыми в странах третьего мира в основном в тропиках и доставляемых в страны развитые это бизнес мощный бизнес с многомиллиардным оборотом имеющим своих лоббистов и так далее об интенсивности этой торговли можно судить потому что каждый год в США из террариумов убегает около двухсот тысяч тропических ящериц и ряд из них натурализовались в самих Соединенных Штатах чему способствует происходящее глобальное потепление и так две гипотезы торговля экзотами или тесты на беременность как вам кажется какую гипотезу поддержит этот самый многомиллиардный бизнес по торговле экзотами естественно ту которая делает его невиновным и поскольку природоохранные проблемы с одной стороны имеют очень интересный чисто научный компонент как я показывал раньше а с другой стороны затрагивают конкретные интересы то вполне понятно кто какую позицию займет как говорил известный британский философ Гоббс если бы математические теоремы задевали интерес людей они бы опровергались и опровергались убедительно и торговцы экзотами заняли естественно однозначную позицию что мы тут ни при чем тесты виноваты это можно было видеть изложение этой позиции можно было видеть даже в научно-популярных изданиях но потом ДНК анализ центральный рисунок показал сравнив генетический материал разных штаммов убивающих рептилии грибка быстро удалось выяснить что все они восходят к одному штамму вывезенному из Юго-Восточной Азии на местных амфибиях замечу что в своей попытке отложить признание своей вины за экологический ущерб и затянуть момент необходимости компенсации или перестройки бизнеса так чтобы этот ущерб не наносился бизнес делает самое страшное он тратит время вот из того что я сегодня вам буду рассказывать самый важный вывод что при решении экологических проблем самый главный ресурс который часто расточается бессмысленно это время на принятие решений сохранить бабочку нужно за те годы что остались до ее вымирания то есть как можно быстрее если экологическую проблему не решать она обычно усугубляется ухудшая ситуацию например в большинстве морей Северной Европы и Северной Америки запасы трески ценной промысловой рыбы крупной вкусной сильно подорваны из-за чего пришлось запретить промысел соответственно после запрета ожидали что треска восстановится но увы к тому времени изменилось само сообщество во-первых в сети естественно попадали самые крупные рыбы треска начал эволюционировать в сторону измельчания и более раннего начала размножения а исходно по своей биологии треска это крупный хищник занимающий тоже место в сообществе что и там например акулы или меч рыбы то есть хищная рыба питающаяся другими рыбами крупная долго растущая и поздно размножающаяся а когда треска измельчала ей стало трудно конкурировать с другими тресковыми помельче и питающихся более мелкой пищей пикшей и так далее в результате охрана оказалась не очень действенной рыба медленно восстанавливается иными словами экологическую проблему надо решать как можно быстрее иначе дальше она начинает утяжеляться и распространяться на новые территории как прореха ползет по гнилой ткани и соответственно сопротивление бизнесменов желающих сохранить свой прежний промысел и зарабатывать деньги не вкладываясь в восстановление не вкладываясь в уменьшение экологического ущерба не перестраивая свой промысел здесь играет ключевую роль обычно включается при этом так называемое производство сомнений например то что курение вызывает рак легких впервые было установлено нацистскими врачами в опытах на заключенных после гибели гитлеровской германии эти материалы попали к союзникам в странах советского блока это приняли к сведению и начали кампанию против курения в странах западных табачные компании добились неиспользования этих материалов по этическим под этическим предлогом типа нельзя использовать знание полученное таким вот способом и соответственно ситуация зависла до тех пор пока в пятьдесят восьмом году не переоткрыли то же самое британские ученые тогда табачные компании сделали умный ход они создали научный совет по финансированию исследований раком рак легких а возглавить его пригласили известного ученого вполне качественного не жулика но который был сторонником генетической теории рака и действительно у ряда людей имеющих определенные гены курение сжигает их очень быстро у них в легочной ткани опухоль развивается очень быстро однако понятно что для большинства людей именно внешнее воздействие связанное с курением действием дыма и смол оказывается наиболее важным то есть они как бы иззащитились от обвинений и они смогли получать материалы позволяющие им оттянуть неизбежный естественно момент признания истины потому что на наше счастье наука так или иначе даже если есть социальные преграды она к истине продвигается но очень часто время может оказаться критическим например в 1975 году вдруг обнаружилось что каждый год над южным полюсом а потом и над северным падает содержание озонов в стратосфере в высоких слоях атмосферы вначале сомневались в данных об этом падении потом когда выяснилась связь этого падения с выбросами вторхлоруглеводородов к числу которых относятся известные фривоны а также еще ряд веществ встал вопрос о необходимости запрета их производства и перехода на другие хладагенты заправки баллончиков инсектициды то есть к числу озоноразрушающих веществ относятся очень много разных веществ и соответственно тогда компании которые их выпускали вроде дюпон немедленно начали пропаганду что это естественный процесс вот это вот снижение содержания озонов в стратосфере это мол ну природная циклика и тем самым они оттянули запрет выбросов озоноразрушающих веществ на 15-20 лет эта история закончилась хорошо сопротивление удалось преодолеть и собственно озон начал над Антарктидой и Арктикой потихонечку восстанавливаться а вы наверное слышали а кто не слышали я сейчас расскажу озон в стратосфере крайне важен для жизни на земле любой потому что он поглощает жесткий ультрафиолет приходящий из космоса и соответственно если не будет озона то мы начнем именно там высоко мы начнем болеть и умирать что интересно озон на уровне наших органов дыхания появляющийся в южных городах вроде Сочи вроде вашего Бишкека когда воздух насыщен выхлопами автомобилей каплями топлива органикой при температуре выше 18 градусов там начинаются свободно радикальные реакции появляются перекиси озона так называемый озоновый смог вот на уровне наших органов дыхания озон исключительно вреден и для нашего здоровья и для городской растительности хороший пример что загрязнение это вещество в неподходящем для него месте озон в стратосфере это прекрасно это условия жизни на земле и нужно восстанавливать его концентрацию если она разрушается а вот озон на уровне наших органов дыхания это плохо в случае озона сопротивления производящих его компании удалось преодолеть однако для остальных моментов глобальных экологических проблем увы картина не так радужно кроме сопротивления тех кому разрушение природы выгодно свой вклад вносит и психология известный приматолог изучавший обезьян в восточной африке говорили что обезьяны верветки они хорошие психологи но плохие натуралисты обезьяны прекрасно отслеживают намерения чувствования членов своей группы и например прекрасно понимают когда кто-то из товаров заметил опасность реагируют на это однако на материальные следы опасности ну скажем следы леопарда следы питона обезьяны реагируют гораздо хуже то же самое увы верно для людей мы от селектированной эволюции на то чтобы следить за эмоциями и чувствами друг друга оценивать человеческие качества оценивать своих социальных партнеров реагировать на них но вот природу мы не воспринимаем очень часто ну вот как человек не чувствует радиацию не понимает что там где он оказался смертельная опасность то же самое относится к большинству негативных экологических факторов например лондонский смог сразу скажу что смог это не просто загрязненный воздух это событие вроде пожара или наводнения смог смог бывает трех видов угольный или лондонский озоновый или лос-анджелесский и ледяной или норильский соответственно угольный смог возникает в холодные дни ноября декабря в умеренных широтах не не южнее когда появляется так называемая инверсия атмосферы то есть приземные слои оказывают воздуха оказываются холоднее чем более высокие и соответственно частички угля сгоревшие частицы твердые покрываются водяной пленочкой которая растворяет в себе кислые оксиды прежде всего SO2 NO2 и люди эту дрянь дыхают и соответственно у них начинаются поражения органов дыхания поражения сердечно-сосудистой системы и самый страшный лондонский смог был 3-4 декабря 1952 года вот тут на фотографиях видно как это выглядело и вот люди ходившие в этой дымке от которой у них першило глаза от которой першило в горле щипало глаза им было трудно дышать но они не понимали что это их убивает как будто бы они находятся под обстрелом только потом когда посчитали заболевших и умерших вторых было до пяти тысяч люди поняли что смог смертелен увы этот момент относится к большинству экологических проблем например мы все с вами с приходом рыночной экономики с удовольствием используем полутора литровые пластиковые бутылки это удобно выпил потом бутылки можно хранить например крупу или еще что но пластификатор который придает собственно бутылки форму и позволяет делать из пластмасс то что нам нужно он по химической формуле родственен половым гормонов позвоночных это так называемые эстрогеноподобные вещества и соответственно когда бутылки выбрасывают они утилизуют и выброшенных бутылок на гектар оказывается слишком много пластификатор выходящий в окружающую среду начинает менять пол у рыб амфибий и собственно эти эстрогеноподобные вещества к числу которых относятся самые разные вещества например некоторые пестициды они крайне вредны для в том числе и для человека тем что они нарушают гормональный статус нарушают развитие беременности у женщин то есть они негативно влияют на наше репродуктивное здоровье а этот процесс невидимый и не чувствительный когда она нас с вами летит автомобиль то мы понимаем что это угроза и успеваем отойти хотя опять же увы не всегда а вот тут когда от фактора риска до его гибельного действия мы своими чувствами не воспринимаем тут реагирует существенно хуже именно поэтому нужно знание в области охраны окружающей среды чтобы мы это знали разумом еще пример во многих южных городах где-то до 60-х 70-х годов дороги были земляные кое-где и сейчас так и соответственно жители очень радовались прокладки асфальта не будет пыли летом и грязи осенью и зимой через некоторое время после функционирования асфальтовой дороги через 3-4 года начинает расти количество больных раком легких почему асфальт содержит газовые эвакуолии с бензопиреном альфа бенз альфа перен это один из десяти опаснейших загрязнителей городского воздуха наряду с оксидом серы оксидом азота формальдегидом аммиаком и так далее исключительно сильный канцероген соответственно покрышки автомашины изнашивают дорожную одежду асфальт и стирается и бензопирен из этих вакуолий летит в воздух то есть окружающий наш мир и природные сообщества и частично измененные человеком вроде урболандшафта вроде традиционного сельхозландшафта наполнены такими причинно-следственными связями которые мы не воспринимаем чувствами но о которых надо знать разумом потому что иначе они ударят по нам и по нашему здоровью еще один неприятный психологический момент который должны учитывать природоохранники это так называемая слепота к изменению об этом много писал Эмиль Джапарович Шукуров а красивое исследование было выполнено в девяносто пятом году Питером Каном и Батьей Фридман оказывается что в каждый момент они изучали восприятие негритянскими детей Хьюстона загрязнением окружающей среды с каждым поколением количественные показатели деградации окружающей среды увеличиваются но каждое поколение это воспринимает как норму и справа можно видеть фотографии с перерывом несколько десятилетий морской биолог Лорен Маккленхан фотографировал улов рыбаков сделанные с наемных лодок в острове Флорида Кис 57 в начале 80-х 2007 вы прекрасно видите что рыба непрерывно уменьшается это то самое измельчание созданное чрезмерным выловом но рыбаки этого не замечают то есть опрос самих рыбаков показывает что доступное им легко обнаруживаемое неблагоприятное явление остается для них незамеченным поэтому людей надо просвещать надо им объяснять что они теряют отдавая бизнесменам свое право на здоровую окружающую среду я не знаю как в конституции Киргизии но в конституции РФ есть статья 42 право граждан на здоровую окружающую среду когда происходит точечная застройка если ей жители не могут воспрепятствовать то тем самым позволяя губить зеленые насаждения вокруг домов и лесопарки города они фактически добровольно отдают свое право на здоровую окружающую среду на охрану своего здоровья бизнесменам извлекающим прибыль то есть с одной стороны прибыль владельцев компаний которые часто в этом городе даже и не живут с другой стороны здоровье его жителей именно поэтому конфликты за охрану зеленых насаждений в городском пространстве они пронизывают все страны Евразии от Франции и ФРГ где протестующих против застройки сквера жестоко избивали в 2010 году или Турции где были известные протесты в 2013 до Минска Харькова Киева то есть при всем разнообразии политических систем бизнес стараясь максимизировать прибыль посягает на право граждан на здоровую окружающую среду они пытаются дать ему отпор я сразу скажу что к этой ситуации бессмысленно относиться с этических позиций мол бизнесмены делают нехорошо как замечательно описал известный природоохранник Джаред Даймон в книге «Коллапс» бизнес не может иначе как крокодил не может не хватать и не тащить воду бизнесмен это функция по максимизации прибыли на вложенный капитал все задача общества его ограничить дать по рукам и заставить перестраивать технологию своих производств так чтобы минимизировать экологический ущерб или заставлять компенсировать экологический ущерб из средств проекта это давление общества будет заставлять бизнесменов думать более долгосрочно в конце концов наращивая это давление и заставляя бизнесменов думать все более долгосрочно и делать все более долговременные инвестиции а значит менять свое производство так чтобы одновременно компенсировать экологический ущерб не оставляя не перекладывая это дело на граждан на государство мы потихонечку перейдем к плановой экономике в рамках которой при надлежащем общественном контроле и давлении корысть бизнесменов будет работать наоборот на восстановление природных сообществ и в современном мире эта тенденция просматривается но сначала пара примеров как заставлять бизнес компенсировать производимый им эквущерб в Европе уже в 60-е и 70-е годы плотность автодорог была такая что например в Голландии самым крупным животным был барсук и зоологи вдруг выяснили что практически все барсуки практически весь приплод голландской популяции барсуков гибнет на автодорогах они оказываются не в состоянии их пересечь тогда под давлением зоологов под давлением обеспокоенных граждан компании стали заставлять вкладываться в строительство так называемых зверопроходов либо под дорогой там где дорога пересекает реку у нас обычно строители уничтожают пойму реки а вот если там сохранить естественную растительность то будет прекрасный канал для прохода животных либо мост как бы мост над дорогой тоже с деревьями и кустарниками так что олень или кабан или барсук идущий по этому мосту даже не замечают что он пересекает дорогу это называется икодук и очень быстро оказалось что ряд других бизнесов вполне себя заинтересован в подобного рода деятельности если например страховые компании которые должны были платить за ущерб от ДТП при столкновении с оленями лосями они с удовольствием стали вкладываться в строительство этих икодук и постепенно это вошло в культуру и сейчас зверопроходы и икодуки являются обязательной частью европейских дорог у нас увы эта культура распространяется медленно и нашей лаборатории пришлось потратить десять лет с 92 по 2002 чтобы соответствующее знание вошло в преподавание студентов МАДИ автодорожного института Другой пример это ответственность изготовителя за предмет на всем протяжении жизненного цикла то есть компания BMW выпускает автомобили проектируя их так чтобы запчасти было легко и удобно перерабатывать давление общество заставило производителей над этим думать а надо сказать что люди так же как и животные достаточно эгоистичные индивиды и собственно в своих изобретениях они сначала думают о своем удобстве и безопасности и только потом об общем благе например в автомашинах достаточно быстро появились приспособления спасающие жизнь тех кто сидит внутри но только в начале 2000-х годов Европе появились приспособления спасающие жизнь тому кто с этой машиной столкнется снаружи собственно охрана природы это разумный эгоизм спасающий здоровье и жизнь тех кто сталкивается с отходом современной промышленности снаружи снаружи то есть те кто выступает по отношению к материальному производству в качестве непотребителя потреблять автомобили магнитофоны еду мы все любим а по кому бьют связанные с этим экологические риски вот один из примеров большое наводнение на миссури 93 год вы видите как разбушевавшаяся природа затопила международный аэропорт нанесла и соответственно эти наводнения стали повторяться регулярно точно так же как наводнение в северо-западной европе с 95 года почему так получается одно из объяснений изменения климата глобальное другое локальное уничтожение прибрежных болот и заболоченных лесов ради краткосрочного выигрыша в виде увеличения сельхозугодий или расширения городов или строительства дорог оказываются что после дренирования осушения болота аккумулирует менее 12 менее 12 дневного речного стока то есть функция регулирования стока экологическая функция болот сократилась на 90 процентов и практично американцы посчитали вот как раз после этого большого наводнения что вложение 2-3 миллиардов восстановление 5-3 миллионов га водно-болотных угодий заболоченных лесов верховьях рек может предотвратить ущерб в 16 миллиардов в случае наводнения что это значит это значит что в природе нам важны отнюдь не только ресурсы не только лес рыба плодородие почвы металлы и все прочее что наша экономика переделывает полезные вещи куда больше важны так называемые экосистемные услуги вот это самый важный момент современности ставший понятным где-то лет 30 назад то есть способность ненарушенных природных сообществ лесов лугов болот очищать воду спасать от затопления ураганами спасать от наводнений то есть кондиционировать нашу среду обитания снижать риск стихийных бедствий обеспечивать наше здоровье и поддержание сил а также благоустройство поселений восстановлением природных сообществ поддерживать выгоднее и полезнее чем техническими средствами и опять же практичные американцы на картинке внизу слева посчитали какую прибыль приносит охрана приморских соленых болот я должен заметить что с развитием глобального потепления ураганы приходящие на восточные побережья США становятся тяжелее вы помните наверное как ураган Катрина затопил Новый Орлеан и борьба с ураганами и неприятными последствиями наводнений возможно двумя способами первый привычный но глупый технически строить больше дамп второй восстанавливать прибрежные соленые болота тем более там же охраняются разного рода редкие виды птиц растений насекомых и вот оказывается что вкладываться в восстановление соленых болот в плане противодействия ураганам выгодно так наш обывательский интерес эгоистический сопрягается с общим благом связанным с охраной природы больше всего это заметно в городах где сейчас в Европе уже снимают бетонные набережные восстанавливают природную пойму расширяют городские леса одновременно придавая им облик ненарушенных и доагрикультурных лесов отличных от нарушенных одновозрастных вытоптанных рекреационных лесов то есть сейчас урбанисты признали определенно что зеленая инфраструктура лучше серой чем больше функций в городе мы займем природным ландшафтом тем лучше соответственно отсюда следует нитриальный аспект полезности и в городских и других измененных ландшафтах элементы природы приходится создавать искусственно это так называемое экообустройство и эко реставрация и вот тут видно как европейцы проводят ревитализацию малых рек одновременно это повышает продуктивность сельского хозяйства потому что это река где восстановлены естественные извивы сотмелями и перекатами она эффективнее поглощает биогены попадающие туда при избыточном удобрении и соответственно делает сельскохозяйственную продукцию более полезной для нас и менее опасной и вот сейчас мы подходим к вопросу который наверное возникал у вас в начале а зачем нам сохранять все разнообразие видов птиц насекомых многоножек улиток про которых знают только специалисты вот один из ответов до того как человек своей сельскохозяйственной деятельностью потом и строителей городов изменил леса умеренного пояса лесной зоны они были мозаичными разновозрастными представляя из себя своего рода сыр с дырками вот как в правом верхнем углу лес был сильно более разреженный более парковый включал в себя элементы степи на юге лесного пояса тундры на севере и такой лес оказывается гораздо более устойчив к нагрузке которую производят отдыхающие владимиром коротком показано что рекреационные леса вокруг крупных городов очень сильно страдают и разрушаются от давления ног соответственно это называется рекреационная дегрессия и теряют свою функцию по охране нашего здоровья они хуже начинают поглощать загрязнения хуже начинают поглощать твердые частицы хуже оптимизируют микроклимат а лес в городе необходим для всего этого но если мы планируем лесное насаждение не как насаждение такое вот одновозрастное где деревья и кусты стоят по ранжиру а планируем его максимально приближая к мозаичности девственного ненарушенного леса если мы привлекаем туда как можно больше разных видов птиц амфибий рептилий то это делает этот лес устойчивее к агрессивной среде современного города дерево из-за зеленения в агрессивной среде города живет в 3-4 раза меньше чем дерево в лесу в области но если крупный массив городских лесов еще и преобразован а затраты на это в общем копеечные в сравнении с затратами идущими на техногенное городское строительство то эта территория работает на наше физическое и психическое здоровье почти так же как лес природный иными словами для нас всех стиснутых камень джунглях городов и дышащих той дрянью которую наполнил их воздух вкладываться в восстановление природы выгодно причем это касается людей разных политических убеждений разных разного отношения к религии всем за исключением сугубо меньшинства сверхбогатых которые живут не в этом месте и вкладывают свои средства в точечную застройку строительство автострад и другие способы получения прибыли за счет нашего с вами здоровья еще один нетривиальный аспект для каждого производства или проекта развития территории нужно учитывать так называемый экологический след каждый проект связан с экоущербом и когда мы по правилам вполне капиталистическим считаем затраты и выигрыш в деньгах нужно экологический ущерб также считать в деньгах и левый график показывает что с учетом экологического ущерба многие отрасли оказываются просто убыточными слева направо здесь выращивание крупного рогатого скота выращивание пшеницы производство цемента синтетические удобрения производство бумаги картона добыча серебра добыча бокситов выплавка железа и стали выплавка цветных металлов угольная энергетика и соответственно сверху показана прибыль бизнесов бухгалтерская отчетность то что называется бухгалтерии ебит до и после вычета затрат на природный капитал что это значит общество должно давить на природу пользователей на бизнесы чтобы эти вот красные столбики были учтены на языке экономистов это называется интернализация экстернали экстернали это внешнее воздействие которые остаются неучтенными или незамеченными и соответственно чем сильнее общество давит и тем большее число экстернали бизнесмены вынуждены учитывать и под этим давлением перестраивать структуру своего производства так чтобы ущерб был меньше тем соответственно более долгосрочно они должны думать тем больше экономика страны оказывается плановой вот посмотрите пожалуйста зависимость экологического следа вы можете в википедии посмотреть этот параметр экологиком футпринт экологиком футпринт это совокупная оценка экологического ущерба создаваемая страной отраслю данным конкретным человеком соответственно хозяйственное развитие в течение последних пяти-шести тысяч лет можно описать как рост индекса развития человеческого потенциала ось абсцис индекс развития человеческого потенциала это параметр предложенный он для оценки качества жизни он складывается из уровня доходов плюс доступа как социальным благам там где они бесплатные или льготные то есть к образованию здравоохранению транспортным услугам и соответственно человечество разрушает и преобразует природу одновременно сваливая в нее отходы и за счет этого повышает свое качество жизни вот обратите внимание на этот длинный хвост это все развитые кап страны в том числе и достаточно социальные как норвегия и комеда вы здесь видите что чудовищный рост экологического следа футпринта соответственно след рассчитывается как число гектар обслуживающих лично вас или число биосфер которые потребуется иметь если у всех будут такие потребности соответственно вы видите что вот в этом длинном хвосте индекс развития человеческого потенциала почти не растет ну сравнительно скажем с кубой или с уже несуществующей гдр которая находилась в левом верхнем в левой верхней части зеленого квадратика а вот экологический ущерб растет очень сильно то есть современный глобальный капитализм даже в самых экологичных странах ведет себя как медведь в осах не столько ест сколько портит он соответственно нарушает природные сообщества и загрязняет биосферу не восстанавливаться отсюда собственно и следует экологический кризис связанный с выходом за пределы с тем что биосфера уже не справляется с нарушениями загрязнениями создаваемым человеком причем если бы у нас была глобальная социалистическая система от которой остались только куба то при всем том что локально в странах социализма экологический ущерб был весьма значительным все вы знаете про Норильск с его загрязнениями или Карабаш на Урале но поскольку в социалистических странах общественная инфраструктура превалировала над частной а города росли звездчато они расплывались как масляное пятно на бумаге то там было возможно движение экоустойчивости соответственно требование экоустойчивости связано с восприятием природы как капитала вы все представляете себе капитал положенный в банк соответственно экологическая устойчивость требует не проедать основной капитал а жить на проценты для этого его надо расходовать не чрезмерно не расточать вот дальше я постараюсь показать что капитализма это не получается даже при современном крайне высоком развитии науки а у социализма в том несовершенном виде и недоразвитом какой он существовал в СССР ГДР других странах это получалось соответственно вот справа я каждый я каждый год читаю студентам первокурсникам биофака охрану окружающей среды и прошу их лично протестироваться на экослед соответственно если моим слушателям это будет интересно я им кину соответствующую ссылку там ответив на вопрос об уровне личного потребления можно определить сколько биосфер обслуживает лично вас вот последний курс у юношей 4,69 у юношей 2,38 биосферы то есть земли не хватает даже для россиян Россия страна не самая богатая девушки 1,62 плюс-минус 0,91 к слову экологический след от женщин устойчиво ниже чем от мужчин что понятным образом отражает и дискриминацию и более экологичное поведение ниже можно увидеть сколько планет потребовалось бы если бы человечество имело уровень потребления сверху сша 5 планет австралии 4,1 южной кореи 3,5 испании 2,3 и так далее то есть нынешняя система хозяйствами убивает биосферу тем самым ведет себя как свинья под дубом из известной басни крыло подрывая корни того самого дерева которое плодоносит и дает нам все блага блага это соответственно ресурсы экосистемные услуги почему так получается ведь вроде бы у нас есть прекрасная наука которая позволила бы определить сколько можно тратить от основного капитала чтобы жить на проценты а не его расточать вот к слову графики из последнего доклада римского клуба показывающим характер современного экологического кризиса население растет ввп растет материальное потребление растет причем обратите внимание потребление полезных вещей растет сильно быстрее роста населения это касается и потребления пищи потребления цемента металла пластмасс бумаги телекоммуникации удобрений иными словами потребительское давление на биосферу и сброс загрязнений с нарушениями в правой части тут загрязнение нитратами загрязнение углекислым газом метаном закисление океана мертвые зоны в морях разрушение тропических лесов потребительское давление растет быстрее численности населения и если даже в развивающихся странах рост численности населения тормозится некоторым исключением является Индия и тропическая Африка то потребительское давление растет не и ускоряется не показывая никаких признаков торможения насколько это давление выросло за двадцатый век очень хорошо видно на примере чипсов чипсы придумал повар француз работавший нью-йорке зажарив картошку тонкими ломтиками в масле и до пятидесятых годов аж это было лакомство богачей что хорошо видно по любимым мною детективам про перемейство американцы рабочего класса и даже среднего класса ели картошку вареной или печеной а жарить в масле было слишком дорого сейчас а сейчас чипсы это бросовая пища для бедных вот посмотрите пожалуйста для любого вида ресурсов можно нарисовать такой вот колоколообразный график по оси левый верхний график по оси абсцисс это интенсивность эксплуатации скажем сколько мы рыбы вылавливаем по оси ординат это воспроизводство этой рыбы вы видите что умеренное использование выгодно то есть если рыбу ловить чуть чуть не переходя в правую часть этого колокола то рыбы у нас будет больше поэтому разумная охрана природы она требует использования но находящегося в рамках в пределах увы стимулы рыночной экономики толкают давление природопользователей вправо казалось бы наука должна поставить заслон определив вот эту вот линию 1b которую нельзя переходить но нет поскольку в условиях капитализма бизнес владеет и демократией как говорят американцы доллар голосует большее число раз чем человек то практически всегда лоббистом разрушительного для природы природопользования ну скажем рыболовным компаниям удается добиться вылова большего чем предел устойчивости вылетать чего рыба исчезает и восстанавливать его приходится на средства всего общества а если учесть что рыболовецкие компании они еще и как все прочие компании умеют от налогов уклоняться то понятно что проблема существенная причем несмотря на чудовищный научный прогресс плане наших знаний воспроизводку популяции рыбы и дичи культивирование сельхозкультур ситуация с выходом за пределы оказывается такой же тяжелой как в 17 веке например справа вы видите милого зверька соболя в русском государстве 17 века он был основной валютой и собственно казаки и крестьяне осваивавшие сибирь клонизировавшие ее шли куда в первую очередь ради соболя особенно черного к 20 веку оставшимся только вокруг бургузина и соответственно в 20 веке уже нашими охотоведами вот например Пен Павловым было подсчитано что при хорошем правительственном регулировании учета запасов соболя в Сибири за 70 лет интенсивного промысла можно было не уменьшая численности получить 13 миллионов соболей на практике же никакого регулирования не было был дикий промысел были только некоторые попытки скажем Москва запрещала в Кемском уезде добывать соболя русским охотникам только инородцам потому что их промысел был бережнее к зверю в результате же из-за варварского расточения запасов страна получила всего 8 миллионов шкурок то есть 60 процентов возможного и по голове промысла в Сибири резко сократилась в таблице настолько сократилась что соболь утерял свое промысловое значение и восстанавливать его пришлось советской власти собственно это же касается большинство и других ценных охотничьих зверей российской империи калана сайгака лося бобра вот это классический случай как рыночная экономика то есть добыча для продажи на внешний рынок за деньги подрывает запасы причем подрывает неразумным образом от чего разоряются и добытчики и те кто этот промысел вводил и собственно сейчас глобальный экологический кризис там и заключается что подобного рода тенденции наблюдаются сейчас везде несмотря на научные данные вроде бы позволяющие эту грань не перейти вот справа я справа краткая выжимка из статьи 2011 года с характерным названием fisheries management то есть плохое управление рыболовным промыслом ученые подсчитывали оптимально допустимый уровень добычи рыбы вот тут вот тут колхолообразная кривая из книги 1982 года показывающая как рассчитывается в правом нижнем углу как рассчитывается оптимально допустимый уровень промысла и поскольку в европейских странах в США и Канаде прекрасная прикладная наука так же как и в бывшем СССР была то оптимальной допустимую численность очень легко посчитать однако реальные промыслы выбивают реальные квоты реальные выловы связаны с политическим процессом где важную роль играет лоббирование природа пользователей в сторону их увеличения и оказывается что для двух третей видов рыб из стран ЕС квоты были превышены от трети до двух третей единственная страна которая устойчиво следовала советам ученых и не поддавалась на давление корпорации была Исландия что как бы хорошо согласуется социальной и экологичной политикой этой страны все прочее добывали больше чем следовало и тем самым подрывали тот сук на котором сидят как горько шутил автор модели пределов роста Денис Медоуз вы полагаете что китобойная промышленность это организация которая заинтересована поддержание поголовье китов на самом деле лучше осматривать ее как огромное количество финансового капитала который пытается получить наибольшую прибыль если китов можно истребить за 10 лет и получить при этом прибыль в 15 процентов значит киты исчезнут либо поддерживать их состояние и получить при этом прибыль в 10 процентов значит киты исчезнут через 10 лет а денежные средства после этого просто направят на уничтожение других видов ресурсов и соответственно свой вклад в это вносит контрпродуктивная реакция рынка на подражение защитники капитализма обычно указывают что закон стоимости равновесия между спросом и предложением должно работать на сохранение разрушающихся природных сообществ или исчезающих резортов мол рыба будет меньше она станет дороже ее станут меньше покупать то рыба восстановится нет увы в результате подобного подражения даже треска перестает быть обычным продуктом питания для бедных и становится престижным продуктом потребления богатых и исчезает еще больше что делать в этой ситуации как из этой ситуации перейти к устойчивости поскольку я рассказываю уже два часа я буду логически завершать чтобы вас не утомлять собственно что делать очень хорошо видно на модели природно-ресурсных циклов в правом верхнем углу предложенных Дмитрием Игоревичем Люри соответственно история человеческого природопользования проходит три стадии первая а это природа мать вторая б это природа соратник и в та которой надо избегнуть это природа экспонат соответственно в доагрикультурную эпоху когда люди еще не знали городов и сельского хозяйства жили только охотой и собирательствами их природопользование было наиболее эффективным они тратились только на добычу ресурсов все отходы сбрасывали природе она их очищала и она же восстанавливала нарушенные эффективность как вы помните это соотношение конечного результата к произведенным затратам по мере того как природа все больше разрушалась люди должны были часть своих усилий тратить не только на добычу но и на восстановление ну например часть семян расходовать на посев часть скота использовать для производства навоза и удобрять им почву соответственно распахивать не всю территорию для посевов зерновых а оставлять луговые сообщества для того чтобы там скот пасти есть старая русская пословица корова молочница корова навозница это снижало эффективность но одновременно увеличивало объем благ доступных нам ну например того же зерна соответственно любое реальное природа пользования добыча рыбы дичи производства зерна мяса предполагает собой обмен снижающейся эффективности на увеличивающийся валовый выпуск за счет увеличения затрат на восстановление здесь надо сказать вот таблица из анатомии кризисов флюри главный потребляемый человеком ресурс это биомасса не металлы не нефть это биомасса то что производит природное сообщество плюс экосистемные услуги здесь отсутствующие соответственно рыночная экономика толкает нас экономить на регенерационных затратах и относить их как можно дальше в прошлое тут есть один коми был один комичный случай я в настоящий запад впервые попал только в 97 году до этого правда был в 83 году в гдр с нашей школой и соответственно там впервые познакомился с раздельным сбором мусора замечательная инициатива которая из Европы должна распространиться и к нам я был в Вене на этологической конференции и соответственно а надо сказать что венский университет в отличие от московского и наверное бешкетского отличается тем как и другие западные университеты что там огромные пространства хулов эти пространства используются для бизнеса там стоят автоматы которые продают там сок печеньки всякие прочие вкусности а надо сказать что для всех западных стран верна психологическая закономерность что чем человек богаче и чем выше его уровень доходов и соответственно экологический след тем быстрее он ходит движется эта зависимость как раз была установлена впервые именно в Вене и соответственно местные сотрудники студенты покупающие все это и питающиеся они по коридорам буквально не ходят а летают и поскольку время деньги свое время они ценят больше чем общее благо они оболочки или жестяные банки бросают с центра холлов в сторону баков с раздельным сбором мусором естественно промакиваются и уборщики скажем курды плохо знающие немецкий язык они раскладывают этот самый мусор по ящикам а бы как иными словами присущая рыночным обществом большая ценность собственных удобств чем общего блага ведет к тому что благое начинание в которое люди готовы вкладываться раздельный сбор мусора оборачивается собственной противоположностью и это такой смешной пример но это же проявляется и в серьезном бизнесе почему например в Лос-Анджелесе компания по переработке отходов работающая с контейнерами трех цветов не может этот самый сбор налаять именно потому что люди ценящие свое время слишком большой процент мусора кладут не туда а даже если среди вторсырья бумаги есть небольшой процент ну скажем тетрапаковских пакетов то себестоимость переработки растет радикально соответственно это значит что для выхода из экологического кризиса экоустойчивости вложения в регенерацию в регенерацию ресурсов и восстановления природных сообществ должны идти с опережением по сравнению с вложениями в добычу ресурсов и их затраты иначе соответствующий вид очень быстро погибнет вот хороший пример как с приходом рынка рынок уничтожил балобанов в казахстане сокол балобан в ссср очень сильно пострадал от борьбы с вредными хищниками при хрущеве 56 64 год потом он охранялся в красной книге и в общем восстанавливался к началу 90-х годов он был достаточно благополучным потом границы стали прозрачные и сокола из казахстана немедленно оказались на специализированных рынках ближнего востока где арабские шейхи использовали их для охоты на дрофу кроссовку справа тоже краснокнижный вид оба как я понимаю вида краснокнижные в киргизии и вид стал таять мощность вылова немедленно превзошла способность вида восстанавливаться последние балобаны в казахстане держались на участках воинских частей и других закрытых территориях но с 2000-х годов когда эти территории открыли пришел конец им соответственно продажи на внешний рынок без соответствующих вложений природопользователя восстановление ресурс уничтожает или разрушает сообщество ну соответственно для устойчивого природопользования тот кто ловит соколов должен был вкладываться в их воспроизводство и выпуск природу больше чем собственно в отлов и на длинной дистанции это выгодно при плановом хозяйстве и соответственно в современном мире очень хорошо видно вот это вот самое огромное количество непереработанных отходов вот слева всякая макулатура рекламная продовольственных магазинов и других магазинов которые оказываются в наших почтовых ящиках справа сверху это мусорный полигон под Москвой под Икшей это отходы твердые бытовые отходы огромного города и мегаполисы мира производят этих отходов настолько что в океанах слева верхняя картинка появляются мусорные пятна и соответственно нерациональное использование городской земли нам всем кажется что люди душатся в городах и живут там плотнее и плотнее сидят буквально друг у друга на голове но все города растут по площади быстрее чем по людности особенно города автозависимые где хуже развит общественный транспорт люди люди более преуспевшие более состоятельные живут за городом в коттеджных поселках а в город ездят на работу и есть свободный рынок земли в результате участок переставший приносить прибыль просто забрасывается вот характерный пример справа внизу заброшенные магазины в США все это есть нарушение которое природа восстанавливать уже не может и которое мы должны помочь ей переработать отдельный важный вопрос давайте задумаемся а что собственно эффективнее человеческое хозяйство или природные аналогичные процессы ну например в природе существует так называемое правило десяти процентов например чтобы выкормить чтобы создать один килограмм массы растительно ядных ну скажем олени или диких кос нужно десять килограмм зеленой массы когда человек откармливает в интенсивных условиях кур рыб коров то он действует эффективнее он тратит от семи до семи кормов не десять меньше но это оборачивается неустойчивостью тех природных ландшафтов которые при этом эксплуатируются например от крупных рядом с крупными откормочными животноводческими комплексами появляются навозосборники гигантские которые периодически прорывают и владельцев которых надо заставлять вот эту всю радость утилизовать или очищать вот хороший то есть при современном кризисном развитии человек обменивает эффективность на рост неустойчивости вот хороший пример самый большой в мире каньон где добывается медная руда в штате юта природоохранники много раз пытались его закрыть поскольку это чудовищный ущерб ландшафту но в конце концов промысел подорвал сам себя возник гигантский оползень который все к черту снес собственно вот это метафора того что сейчас увы происходит на земле в целом причем развивается это по нарастающей и как шутят есть такой черный юмор кардиологов ишемическая болезнь сердца делится на три стадии первая стадия когда лечить нечего вторая нечем третья некого собственно экологический кризис также развивается по нарастающей и сейчас очень важно не перейти ко второй стадии как это сделать что нужно какое решение здесь можно предложить соответственно понятное дело что предлагать нужно из того что человечество уже опробовало потому что творить по слову из ничего может только господь бог а люди в своей реальной истории могут лишь развивать то что в истории уже реализовалось пусть хоть в минимальном зародышевом состоянии это поляризованный ландшафт транссоциализма с присущей им преобладанием общественной инфраструктуры в первую очередь общественного транспорта при поездках за город при плановой экономике город развездчато по ЖД путям и возникал так называемый поляризованный ландшафт впервые концепция поляризованного ландшафта была предложена классиком нашей географии Борис Борисовичем Радаманом соответственно каждый из лучей звезд прилегали обкладки в виде сельхоз земель а связность природы зеленой территории сохранялась не меньше чем связность растущих агломераций и в центре вот синенькие точечки это особо охраняемые природные территории работавшие воспроизводственным участком для окружающих их рекреационных лесов и соответственно природная периферия каждого региона работала на здоровье горожан на поглощение выбросов выбрасываемых из черных вот этих шестиугольников центра то есть сохранялся баланс между разрушением природы и восстановлением благодаря такой вот форме экономической деятельности развития городов сейчас для сейчас понятно это все сильно разрушено поскольку с приходом рынка города стали расползаться как масляное пятно на бумаге вокруг них появился или пояс трущоб как у вас саманный пояс или пояс коттеджных поселков богатых как вокруг москвы но в современную эпоху появился у экономистов у общественных деятелей дополнительный инструмент для восстановления такого поляризованного ландшафта это оценка экосистемных услуг денежная как только мы начнем оценивать услуги экосистем по кондиционированию нашей среды обитания и поддержанию нашего качества жизни в рублях и долларов когда мы этот ущерб сможем предъявить он перестанет быть невидимым то опирающийся на него общественное давление заставит и общество общество вкладываться в восстановление природных сообществ а бизнесменов перестраивать производственные технологические цепочки так чтобы меньше экономить на регенерационных затратах это понятно идеализация но это тот самый образ будущего который нам заинтересованным в устойчивом развитии нужно иметь в виду и которого нужно добиваться для каждой из своих стран и соответственно резюмируя устойчивое развитие это разумный эгоизм человечества нынешний нынешний глобальный капитализм это эгоизм неразумный с расточением ресурсов и разрушением среды обитания большинства и выход из него требует прекратить экономить на регенерационных затратах и под конец я коснусь этического момента я впервые заинтересовался я впервые заинтересовался охраной природы в двухтысячные годы когда прочитав перечитав любимую в детстве книжку Винокурова редкие птицы мира я вдруг увидел что очень многие виды птиц которые тогда были конечно редкими узкореальными но благополучными за прошедшие 40 лет перешли грань вымирания исчезли я и соответственно мировая экономика переживавшая их место обитания их уничтожила а поскольку при капитализме природоохранники существуют за счет грантов получаемых как некий процент от прибыли рожденные разрушением природных сообществ то понятно что они не могут свою задачу выполнить даже при максимальной благожелательности общества за они вытаскивают меньше видов и участков природных сообществ чем за то же время рыночная экономика уничтожит поэтому нужно перейти к экономике восстанавливающей природное сообщество с той же скоростью с какой они исчезают а это может быть только плановое вот посмотрите на покинувших нас мир попугайная цветочница у на гавайях чубатая вьерковая овсянка гавайская серпоклювка на купу чернолицая гавайская древесница поле причем эти виды исчезли совершенно бессмысленно для и для людей уничтоживших их места обитания хотя могли бы быть полезны крапчатокрылый бюльбюль попутно уничтоженный гражданской войной в Либерии дрозд камало рио-де-жанейрский муравьиный крапивник уничтоженный просто расширением города белоклевый дятел самый крупный вид средообразователь в лесах юга США императорский дятел ликвидированный уничтожением лесов в Мексике по мере того как мексиканское сельское хозяйство предпосабливалось к обслуживанию американского рынка в рамках общего рынка северной Америки и так далее ну вот собственно на этом наверное все самая неправильная тактика в преподавании охраны природы это рассказывать слушателям мы все умрем нагнетать минусы поэтому я старался в первую очередь показывают позитивную перспективу но чтобы она реализовалась нужно давление людей их борьба которая очевидным образом является одновременной борьбой классовой это действия граждан против корыстных интересов капитала расточающих нашу общую среду обитания в конце концов подрывающих себя самое но тогда будет уже поздно спасибо вопросы спасибо вам большое слышно меня да 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 прекрасно все отлично сначала я наверное несколько вопросов уже было задано но и плюс еще были технические вопросы я сначала технические озвучу это во-первых спрашивают вообще презентацию во-вторых где еще почитать вы говорили что вы нам пришлете ссылки и вот может быть презентацию тоже и пришлю ссылки на видео своего лекционного курса все и вот может там каждой лекции приложены дополнительные материалы и все прочее и было было просто спрашивали спрашивали почитать некоторые тексты внутри этой презентации потому что не очень было ну хорошо видно может быть ее тоже можно как-то часть мы тоже ее опубликуем у себя вот спасибо большое первый вопрос был от мидер 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 он полюб то и из и и и и и и Они не конкурируют за территорию, то есть городской ландшафт, сельхозландшафт и природный ландшафт могут расти сопряженно, не посягая друг на друга. Но для этого нужна плановая экономика и перспективное управление городским развитием. Больше того, индустриальное производство требует очистки отходов и воспроизводства ресурсов. Как ресурсов питания, так и, например, редкоземельных элементов, которые важны для наших гаджетов, которые мы все так любим. Соответственно, в современной ситуации, например, немецким фирмам было бы выгодно на длинной дистанции рециклировать отработанные гаджеты у себя. Но, поскольку бизнесмены отселектированы рынком на то, чтобы в каждый данный момент увеличивать прибыль, минимизировать затраты, большая часть электронного мусора из Европы попадает в Южный Китай, еще в другие свалки электронного мусора, где варварским способом из них там что-то добывается. Очень небольшая часть. То есть, общественное давление в пользу планового развития было бы прибыльно и этому производству, ну тогда уже его хозяин был бы не бизнесменом, а организатором производства, позволил бы выпустить больше гаджетов при меньшем экоущербе и меньших затратах. В том-то и замечательно, что переход к планированию развития позволяет сохранить прежний уровень потребления и прежний уровень материальных благ. Одновременно уменьшив экологический ущерб, именно за счет того, что общественный транспорт будет вместо частной. Фирмы будут продавать не стиральные машины, а услуги по стирке. Ну, например, то есть переход к обобществованию быта. Что интересно, все это продумывалось в рамках капитализма. Есть такая замечательная книга 90-х годов, «Новый зеленый капитализм» трех авторов, вот, собственно, «Естественный капитализм» Поль Хокин и Мэри Ловинс и Хантер Ловинс, где большинство необходимых мер планирования для экоустойчивости продумано и предложено, но существующая общественно-политическая система не способна это внедрить. Нет ничего. То есть ничего из того, что они планировали, не получается. А что бывает, если все решается только частными средствами, без общественной инфраструктуры? Хорошо видно либо на примере современных городов, скажем, вот, когда я водил ребенка в школу, я обратил внимание, что те дети, которые ездят на метро, они приезжают более-менее вовремя. Тех, которых подвозят, опаздывают на непредсказуемый срок. То есть решение частными средствами задачи доезжания в определенный срок в современном городе уже невозможно. Нужна общественная инфраструктура, обеспечивающая доезжание всем, но не частным образом, ну, скажем, тоже метро. Это же относится к любым другим видам природопользования. Плюс-плюс, если мы часть функций, важных для нашего качества жизни, вместо технических средств достигаем восстановлением природы, ну, например, вместо шумозащитных экранов около дороги, лесополосы, то мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. И природу охраняем, и работаем на собственную выгоду. То есть, да, индустриализм, причем высокотехнологический индустриализм, прекрасно совмещен с сохранением и даже восстановлением природы. Не говоря уже о том, что восстановление природы – это наука емкая отрасль. Она требует исследователей, лаборантов, других практик. То есть, это рабочие места, причем рабочие места интеллектуальные, достаточно оплачиваемые. Это сильно лучше, чем грязные и монотонные производства, связанные с индустриализмом в нашем обычном понимании. Спасибо большое. Другой вопрос был Мурсиита из Карксоц, тоже наш товарищ. Вопрос – как спасать вообще природу Азии? Гималая максимум 15 лет дают еще на существование. На равнинах Китая воздух ужасный, леса Индонезии исчезают, как и Сибири. В каждой отдельной стране надо спасать то, что есть. Тут уже как бы местные важны. Ну, например, горные леса вырубаются или стравливаются, ну, скажем, для пыльбы скота. Ну, вот как китайские власти, например, они очень многое делают для восстановления. Скажем, известный проект «Зеленый пояс» Китая. То есть, они здорово свою природу погубили. Но сейчас пробуют как-то темпы восстановления сравнять с темпами разрушения. То есть, с одной стороны, надо охранять крупные, ненарушенные природные ландшафты периферии. Ну, скажем, вот уникальные ореховые леса, которые у вас в Киргизии, где наблюдал птиц. Уже их нету, почти. Уже ликвидировали? А есть какие-то… Очень плохо там. Ну, вот как раз в позднесоветские годы Эмиль Джапарович, он проектировал устойчивое природопользование в этих ореховых лесах, которое позволило бы их сохранить и давало населению возможность пользоваться. И, конечно, зеленые территории в городах. То есть, вот этот самый поляризованный ландшафт, зеленые кольца и клинья, проходящие в город до центра, нужно восстанавливать всеми возможными средствами. В городе уходить от стрижки газонов. Разнотравные газоны. Вот на том сайте, социальный компас, в разделе «Экология и капитализм», конкретные практики охраны природы, особенно в городах, очень подробно описываются. Просто все я здесь не перечислю. Отдельная тема – это охрана крупных редких видов, являющихся трофейными. Тот же горный баран, тот же снежный барс. Или, наоборот, редкие краснокнижные виды птиц, вроде серпаклюва и черногрудой красношейки в Киргизии. Что требует особо охраняемых территорий и пресечения браконьерской охоты, здорово усилившихся приходом рынка. Вот как-то так. То есть, с одной стороны, что нужно делать, определяется местными проблемами, а с другой стороны, это должно реализовывать общие решения. Увеличивать, усиливать восстановление экосистем, ставить заслон их разрушения. Вот как-то так. Спасибо. Рахим хотел задать вопросы. Вадим, меня слышно? Если можно погромче, плохо слышно. Извините, меня слышно или нет? Да, слышно. Хорошо, у меня вопрос насчет, я вот плохо услышал, ну из-за связи плохой, насчет разных видов смога, чем они друг от друга отличаются? Значит, три вида смога. Угольный, озоновый и ледяной. Угольный смог связан с инверсиями атмосферы, с холодными осенними днями, когда в воздухе висят частицы сажи, не сгоревшие, и много кислых оксидов, СО2 и НО2. То есть в воздухе висят кислые оксиды на этих частицах, и вы их вдыхаете. Озоновый смог – это когда в воздухе висят перекиси с озоном, и вы их вдыхаете. Появляется это тогда, когда в жаркие дни, при температуре выше 18 градусов, в солнечный день люди на своих автомобильчиках отправляются на работу, надымят выхлопами. За день солнечные лучи начнут свободно радикальные реакции, и когда они едут обратно, уже висит сизая дымка с вредными для здоровья и для деревьев перекиси. А ледяной смог – это когда в полярных областях выбросы металлургических комбинатов поднимаются теплые быстро и высоко в воздух, там они обледеневают, соответственно, капельки влаги, появляющиеся на ядрах конденсации, очень быстро становятся ледышками, медленно падающими вниз. И эти ледышки вместе с разного рода ядами человек вдыхает. Вот три вида. Хорошо. Другой вопрос. Вы знакомы с трудами одного западного марксиста Джон Билами Фостер? Увы, нет. Если да, то… А, не знакомы? Нет. А может быть вы кинете ссылку? О чем он писал? Чем он интересен? Ну, он на Западе известен как человек, который много книг написал про связь между марксизмом и экологией. Вот, к сожалению, признаюсь в своем невежестве. Но они, наверное, на английском? Да, на русском есть только вот некоторые статьи, его переведены на русский, а так все книги только на английском. Пошлите, пожалуйста, ссылки, я с удовольствием ознакомлюсь, потому что, к сожалению, английский язык я знаю сильно хуже немецкого. И почти все усилия уходят на то, чтобы читать биологическую литературу по профессии на английском языке. На остальное почти нет времени. А что он утверждал? То есть чем он интересен в плане нашего обсуждения? Ну, просто Маркс обычно известен как такой, ну, есть такой стереотип, что Маркс это за прометеизм, да, ну, промете, да, то, что он такой жесткий индустриалист, и что Маркса проблемы экологии не волновали, или это было для него таким ростепенным сюжетом. Ну, и он показывает, что на самом деле это не так. Маркса волновали проблемы экологии еще тогда, ну, еще в 19 веке. То есть он пытается развеять этот стереотип о Марксе как о таком антиэкологическом мыслителе. Ну, это очень интересно, я вам должен сказать, что Энгельс писал об этом прямо. То есть, собственно, в общем виде то, что я рассказывал про то, как капитализм уничтожает ресурсы и природные сообщества, обо всем этом есть у Энгельса. А первым из ученых писал об этом эволюционист Ламарк в начале 19 века. А в 20-е годы вышла книга двух фабианцев, супругов Веб, «Кризис мирового капитализма», очень рекомендую прочитать ее, нет в сети. Она есть в сети виновата, где, собственно, экологические проблемы все уже современные, четко прописаны и с капитализмом связаны. То есть, мировая социалистическая мысль уже в следующем поколении после Маркса вполне это фиксируется. Извините, а насчет Энгельса это в каких он книгах писал? В диагностике природы, если я не ошибаюсь, то рынок оставляет после себя пустыню именно потому, что ориентируется на краткосрочный выигрыш. Я могу посмотреть точнее ссылку. Ну и что, вам не трудно. Да, по всем озвученным. Ирахим, ты тоже пришли. От этого западного марксиста. Я составлю общий список. Если кто-то что-то знает, можно еще сюда кидать. Я тоже включу список. Ага, извините насчет городов. Просто связь плохая была, я плохо расслышал вас. Чтобы города не превращались в масляное пятно. Как именно их тогда нужно строить? Нужно преобладание общественного транспорта. Потому что начиная с 60-х к 70-х годов, жители городов начинают ездить на уикенд в загород. И хотят проводить загородом тем больше часов в год, чем крупнее город. То есть интенсивность нагрузки на природное сообщество периферии прям пропорционально людности города. Соответственно, если они ездят на электричках, то город растет звездчато. Потому что основные направления поездок позднее рождают застройку и так далее. Все последующие развития. Если же они ездят на частных автомобилях, то город расползается как масляное пятно на бумаге. Соответственно, государство и его контролирующие органы, естественно, должно следить за тем, как город расползается. И вот эту звездчатость сохранять, не допуская расплывания. Потому что если мы пустим дело на самотек, расплывание будет неизбежным. А вот когда вы упоминали коттеджи, это получается, вы имели в виду частные дома, да? Да, естественно, естественно. То есть, когда пришел рынок, те, кто преуспел, получили возможность строить коттеджи, игнорируя экологические запреты, иногда демонстративно. Они строили там, где это им удобно, плюя на воду или лесоохранную функцию этого места. И, кроме того, значительная часть коттеджей, которую стройкомплекс для них делал, так и осталась незаселенной. А природа уже уничтожена. Соответственно, вокруг любого капиталистического города, ведь всякий город, скажем, Западной Европы, вначале делал ставку на общественный транспорт, те же трамваи в США. Но по мере богатения богатой части его жителей развивался частный автотранспорт. Он получал преимущество и, соответственно, первоначально сложившийся поляризованный ландшафт этими выездами на частном автотранспорте, ну, например, свой летний дом. Он уничтожался. Вокруг городов Первого мира появлялось кольцо субурбий, а вокруг городов Третьего мира кольцо трущевых. Вот страны социализма были тем уникальны, что, будучи промышленно развитыми как страны Первого мира, они это поляризованный ландшафт сохранили, поскольку люди ездили в основном на общественном транспорте. Получается, я правильно понял, что частные дома, они более вредны для экологии, правильно? Просто у нас в Кыргызстане, в Бишкеке, частных домов становится больше, потому что частный дом, его дешевле делать, построить, чем купить квартиру себе. Да, да. Одного человека или на единицу потребление меньше энергии, меньше воды, меньше производят отходов. То есть частные дома – это очень нерационально, особенно в условиях нехватки полезных площадей для вашей горной страны. Понял, спасибо, просто у нас такая ситуация экономическая, что квартиру купить многим невозможно. Ну да, да, да. И многие для этого зарабатывают здесь. Да, 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 они приезжают в Россию, опят над себе на частный дом, потом приезжают сюда. И главное, ведь, наверное, у вас же с приходом рынка строительство жилья в многоквартирных домах практически прекратилось. Не, они строятся, но они строятся, во-первых, квартиры там дорогие, и они строятся, ну, все нормы, СНИПы там и так далее, все с нарушениями строится. То есть, ну, если раньше были какие-то там, ну, стандарты и так далее, то сейчас всем наплевать на этот. Ну, и плюс еще у нас из-за строительства, ну, частных многоквартирных домов, они слишком высокие, ну, то есть много этажей, и, ну, роза ветров у нас в городе нарушилась. Ага, ага, да, понимал. И город, он не приветривается, то есть... У нас в московских кварталах тот же самый эффект есть, с соответствующими последствиями для качества воздуха. У нас тоже строят преизбыточно частного жилья с юго-запада или с запада от города, что крайне вредно для тех, кто оказывается в ветровой тени. Москву спасает действительно ветеренность, потому что в Бешхеке вообще его не... Ну, да, да, Москва, она тоже в лесистом районе, да еще и леса сохраняются за счет советского наследства. Да, Рахим, спасибо, еще вопрос был у Киенвека, подключитесь к Киенвеку, вопрос задать. Да, я соглашусь еще вот насчет... Так, сейчас подключается вроде... Насчет преобладания общественного транспорта, то есть вы говорили, да, вот электрички, которые ходят, ну, загородные, но в Бешхеке, это в принципе невозможно из-за ландшафта, сейсмоустойчивости, бюджетов. Ну, то есть даже в советское время не было построено ни метро, ни трамвайная система. То есть, в любом случае... Хотя, в любом случае... Да, я помню. А, ну да, у нас есть несколько направлений, но это прям исключение, скорее всего. Так... Меня слышно? Да, пожалуйста. Да, вот я хотел спросить... Сейчас, секунду, мне нужно... Да. Погромче, пожалуйста. Да, вот сейчас слышно, да? Да. А вот, вы говорили про какие-то преимущества социалистической системы, да? И я, например, хотел спросить про строительство городов, например, в Советском Союзе, в районах Заполярья и Крайнего Севера. Да, да. Например, вопрос, например, Воркуты, да? То есть, Воркута находится на расстоянии там 200 километров от Полярного Севера дальше, ну, в сторону Арктики. И сам город, он как вырос вокруг месторождения угля, и так как это было все, то есть, возможно, в то время это было как бы экономически все оправдано, там добывать уголь. Поэтому вокруг угольных шахт вырос там целый город населением там 200 тысяч человек. И чтобы все это обеспечивать, вокруг Воркуты тоже выросла большая такая, ну, я не знаю, выросла какая-то архитектура, там рабочие поселки. И, например, чтобы, там, не знаю, возможно, было там дорого завозить мясо, молоко, то появились какие-то опытные сельскохозяйственные фермы, да, в которых там Заполярья, ну, на каких-то своих тепличных там пастбищах содержались коровы, давали молоко, и как-то вот город как-то... Ага, ну да, да. Да, вот, и, но, например, скажем, сейчас, как бы, не знаю, вот, например, пропала какая-то экономическая целесообразность содержания этих городов, потому что уголь сейчас, он, например, стоит дешево, да, и поэтому вот вопрос, как бы, этот город, появление таких городов там в районе Заполярья, это, ну, как чистый проект какой-то социалистической системы. А вот, например, в современных реалиях, что делать, например, с этими людьми, которые там остались, но при этом, как бы, и которые, как бы, ну, как будто бы... А в чем ваш вопрос? Ну, вопрос, например, есть проблема, там, скажем, выживания городов в Заполярье, которые оказались в текущих, там, системах, в текущих реалиях, ну, условно, ненужными. Вот, то, то есть, тут остается только одно очевидное решение, чтобы закрывать города в очень сложных, бесверных условиях и просто переселять людей, либо это, либо что-то там есть, можно что-то интереснее с ними придумать. Понимаете как? Вот в советское время такие города были включены в систему хозяйственных связей всей страны, и вот долговременные вложения в них давали свои плоды. Причем обеспечение шло там вплоть до того, что, скажем, в той же Воркуте специально готовили кадры кондитеров в Ленинграде, и вот в коме СССР именно воркутинские торты считали самыми лучшими. То есть, лучше, чем сактывкарских. То есть, страна как целая специально заботилась о том, чтобы на таких производствах была нормальная социалка, школы, детские сады, чтобы работающие там люди регулярно по пропутевкам ездили на юга и так далее. Что приносило свои плоды, потому что, вот мне Бермет рассказывала, что у вас есть несколько заброшенных городов, где добывали всякие ценные металлы. Похожие города были, например, на Чукотке. То есть, тогда страна могла это содержать, и это было прибыльно. Именно благодаря разумному планированию, распределению ресурсов, а в условиях, когда каждый хозяин, ну, например, пусть ставший хозяином этого предприятия, думает только за себя, то вот получается то, что получается. То есть, хозяева отказываются социалку содержать городскую, что в советское время было для них обязательно. Условия обитания в городе сильно ухудшаются. Люди начинают уезжать, например, в тот же Краснодарский край. А в том же Краснодаре город растет, опять же, за счет нахаловок, автосервисов, влюдачего в нем совершенно невозможно дышать. Съедая и без того редкие, замечательные вот эти леса юга. Иными словами, один человек из ста или из тысячи, из случившегося, извлекает сверхприбыль. А деградирует инфраструктура целого. Вот этим социалистическая система лучше нынешней. А что делать сейчас? Ну, что в рыночной экономике вообще возможно? Ну, например, из-за глобального потепления станет так, что северный морской путь станет сверхвыгоден. Россия как транзитная территория, полярное море очищается от льдов и так далее. И тогда вот эти приполярные города получат новую жизнь. Ведь, если вы вспомните историю, там же уже были города, созданные как раз поморами, Мангазия там какая-нибудь. И это были города, торговые, вполне прибыльные, основанные на эксплуатации местных пушных, лесных и прочих ресурсов. Тогда да, тогда что-то будет. Эксплуатировать это вахтовым методом потребует тянуть туда инфраструктуру. Какую-то с юга. Ну, и так далее. То есть, пространство возможностей очень невелико. А нет, вот небольшой такой уточняющий вопрос. А не является ли строительство таких городов, то, что вот в том числе и вот этих заброшенных городов, ну, не только в Кыргызстане, но, наверное, в других городах, там, да, вот, бывших соцстран, каким-то строительством в долг? То есть, как бы, строили все это, как бы, в долг, думая, что это будет, ну, как бы, забирая, беря в долг своего будущего, не думая о том, что, возможно, мы в это вложимся, а потом все это, с вами, никому не нужно. Нет, как раз наоборот. Да, я понял ваш вопрос. Простите, что начал говорить, перебивая. Нет, как раз в той системе это было прибыльно и функционировало. Развивалось. А это в нынешней системе эти города оказываются бременем. Причем, поскольку ландшафт уже разрушен, загрязнен вредными производствами, то их недееспособность как раз и означает, что в долг. Понимаете? Когда это были жизнеспособные города с нормальным населением, все проблемы, в том числе экологические, можно было бы решить. Когда люди оттуда бегут, все будет только разрушаться. А разрушение – это ухудшение качества среды обитания. Особенно, если это бывшее вредное производство. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. У меня есть последний вопрос. Меня слышно, да, Владимир, или нет? Да, вполне, вполне. А, я хотел задать вопрос. Ну, это сказано с миросистемным анализом, наверное. С чем? Миросистемный анализ. Ну, то есть, как страны, как бы сейчас страны первого мира, развитые страны, они переходят, ну, вот сейчас у них происходит так называемый зеленый переход, да, в Европе, в Америке, а странам полупериферии и периферии, ну, таким, как Китай и другие страны, нужно, не приходится ради развития своей страны так или иначе делать, поднимать грязное производство, да, то есть, это как, я помню, как один, ну, в 20-м веке президент одной из стран третьего мира, у него спортивный журналист, когда вы поймете, что модернизация в вашей стране прошла удачно, он ответил, что когда смог появиться, в небе, в воздухе, значит, страна начала развиваться. То есть, как, есть, ну, есть противоречия между странами развитого капитализма и теми, которые пытаются догнать, которые страдают от догоняющего развития. И сейчас, как бы, вину хотят перекладывать на страны полупериферии и периферии. То есть, вот мы стремимся к зеленому переходу, а вот вы, плохие страны, в кавычках, вот вы виноваты, вы будете виноваты в загрязнениях, изменении климата и так далее. Вопрос в чем ваш? Ну, я просто пытаюсь понять, вот как я отношусь к этой логике. Да, как это противоречие, ну, возможно, преодолеть, или это невозможно, ну, в рамках капитализма, по крайней мере. Ну, во-первых, я эту логику считаю жульнической, причем с обоих концов, чья вина на разрушение природы очень хорошо показывает такой след. До сих пор страны, потребляющие продукты производства, вынесенных в третьих мир, разрушают и загрязняют больше, чем они. Это логика жульническая со стороны руководителей развивающихся стран, которые используют тактику грязного подъема тут, наиболее типичен, ну, скажем, фашист Болсонару в Бразилии. То есть, грубо говоря, антиимпериалистическую риторику можно прекрасно использовать для угнетения и ухудшения экологической ситуации в собственной стране, чтобы заткнуть рты критикам этого грязного подъема, экологистам, аборигенным лидерам, социальным лидерам. И не случайно в странах, где эту риторику, что вы типа мешаете нам развиваться, вы империалисты, угрожающие нашей независимости, прекрасно сочетают с убийствами массовыми тех, кто пытается природу защищать. Скажем, в прошлом году там около 300 было убийств по миру, и большая часть их была в Колумбии. Соответственно, ажульническая эта тактика именно потому, что, во-первых, сейчас уже большинство стран третьего мира развились достаточно, чтобы классовое расслоение внутри каждой из них было больше, чем контраст между Первым миром и Третьим миром, и контраст между мировым городом, Первым миром и природной и сельской периферией, он повторяется в каждой из этих стран столь же четко, как в мире в целом. То есть, контраст между Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и уничтожаемой ими сельвой или каотингой вполне того же рода, что контраст там между странами Западной Европы и природной периферией в Восточной. Поэтому охрана природы в условиях грязного подъема, она ничуть не менее функциональна и не менее важна, чем для стран Первого мира. Тем более, что, как я рассказываю, оценка экосистемных услуг и оценка прибыльности вложений в восстановление природных сообществ на длинной дистанции заставляет, ну, разумные правительства, более разумные правительства в это вкладываться, как делают китайцы. Отчасти индусы. Недавно вышла статья в Нэйча, где показано, что для борьбы с последствиями опустынивания, потепления в самых разных странах люди восстанавливают естественную растительность. Тут надо сказать, что первопроходцем этого дела был известный революционер Буркино-Фасо Томас Санкара. И, собственно, именно Буркино-Фасо, то есть бедная, отсталая, богом забытая периферия, до сих пор отличается максимальной устойчивостью к опустыниванию благодаря тому, что Санкара поддержал местного новатора, Якуба Савадогу, который предложил новую технику сельскохозяйственных посевов, усовершенствовав местную систему ЗАИ и сочетая посевы сельхозкультур с мозаичным посевом деревьев и кустарников. Это очень быстро распространилось по всей Западной Африке, потому что, в отличие от компаний, думающих только о своей прибыли, люди, которым здесь жить хочется устойчиво, и чтобы жили их дети и внуки, очень быстро видят выгодность этих действий. Ну, вот, по-моему, я ответил на ваш вопрос. Важно, чтобы давление этих людей на всех уровнях, от природной периферии до крупных городов, возобладало в сравнении с коммерческими интересами. И очень важно разоблачать вот такую риторику, которая работает против людей и в Первом, и в Третьем мире равным образом. Спасибо за ответ у Вадима. Есть ли еще вопросы, комментарии? Если вы еще не устали, я тоже могу спросить. Да, да, пожалуйста. У меня на самом деле много вопросов, но я постараюсь самые такие... Ну, вот, именно прям по лекции задать. То есть, вы говорили, что... Ну, одним из выходов из, получается, экокризиса, это когда стоимость экосистемных услуг, она как бы возрастает, и за счет этого, получается, ну, идет их сохранение. Но апологеты, или, я не знаю, какие-то правые эксперты, они могут сказать, как раз-таки стоимость, скажем, природы растет, значит, рынок будет это регулировать, и значит, если все, что дорого, оно как бы будет в итоге сохраняться. Да, я понимаю вас. Понимаете как? Природные сообщества в плане экономической оценки тем отличаются, например, от мешка кофе, что, ну, там, мешок кофе там в 100 килограмм, он там в 100 раз полезнее или предпочтительнее, чем 1 килограмм кофе. Соответственно, если кофе подорожает, можно будет купить килограмм вместо 100. С природой так не получается. То есть, если у нас есть лесной массив пригородный, то он имеет какую-то ценность, ну, например, там, несколько миллионов долларов, как наш московский лес. Только в том случае, если он не сокращен и не разрушен. То есть, понимаете, оценки денежные, они годятся только для учета и контроля приносимой пользы, но не годятся для рыночных операций. Именно поэтому они, полнотурно, могут быть учтены только в плановой экономике, где эти деньги нельзя будет обналичить и вывести, например, на фондовый рынок, налогообложить. Поэтому, по мере того, как люди разрушают лесные массивы или горные леса сводят, их ценность падает непропорционально быстро. Поэтому, прежде чем оценивать, их надо сохранить. А для этого природопользование должно быть нерыночным. Следует ли из этого, вот если, например, как бы вы сказали, что в биологии вопросы кооперации, они работают лучше в плане того, что виды, которые кооперируются, они выживают, выживаемость сильнее. То есть можно ли сказать так, что социализм может как раз-таки заменить вот эту функцию в мире людей для сохранения природы? То есть можем ли мы поставить как бы такой знак равно между кооперацией в мире животных и между социализмом в мире людей? Ну, боюсь, все же это слишком поверхностная аналогия и не очень продуктивная, потому что при капитализме тоже есть кооперация, управляемая, между прочим, рынком. Когда, например, там на бирже все начинают или покупать, или продавать, как рыбы в стае движутся в одну сторону, это же чисто кооперативное поведение. Рыночные общества могут быть коллективистскими вполне себе, с высоким уровнем взаимопомощи, с высоким уровнем общественного давления на несогласных. Только каждый там зарабатывает деньги так, что разрушают природу общую, за счет которой они все живут. США как раз предельно коллективистская страна, более коллективистская, чем Россия, например. И, соответственно, угнетают друг друга, поскольку все угнетающие, угнетаемые считают это нормальным, платой за заслугу. То есть рынок, типа, естественным образом делит людей на лучших и худших, а лучшие могут ездить на худших верхом. Пока люди с этим согласны, они вполне могут. В остальном, в частной жизни, ну вот, например, командное мышление, то, что тренируется в разного рода бизнес-тренингах, все проявление нашей способности к кооперации. Капитализм ее эксплуатирует, он никогда ее не низводит до конца. Понятно. Ну вот просто еще комментарий по рекультивации, то есть когда мы восстанавливаем нарушенные экосистемы и так далее, у нас в стране рекультивация – это такой хороший бизнес той же мафии. То есть у нас, например, самый большой такой последний кейс – это вот рекультивация Бишкекского мусорного полигона, на который было выделено 22 миллиона евро. Ну что как бы громадные деньги вообще… для малину или создать новый и сделать тортировочную линию. Ну вот и сейчас все эти деньги уплыли, и ничего как бы нет. То есть и у нас вот с этим большая беда, то что именно вот эти деньги на рекультивацию, плюс есть там фонд Кумтора, который ледники разрушает, канадская компания по добыче золота, ну раньше была канадская, сейчас как бы… Вот. То есть на рекультивацию выделяются такие большие суммы, что гражданское сообщество, ну вот это давление как-то очень сложно идет, ну потому что там уже такие космические интересы получаются, каких-то групп, мафии. Вот как на этом уровне тоже бороться? А что получается? Что получается отбить? Начинать имеет смысл того, что получается? Какая у нас… У нас пока получилось, вот вообще, вот что касается смога и в принципе, что касается сейчас свалки, у нас хотя бы получилось вскрыть эту проблему, да, то есть мы там маленькая инициативная группа, в несколько человек, мы везде, ну делали какие-то акции, делали митинги, делали публикации, и сейчас про это хотя бы знают, но вот мы сейчас как бы в таком ступоре на следующем вопросе, да, то есть, но уже сейчас чувствуется, должно быть какой-то прям супермассовый протест или, не знаю, суд подавать, ну то есть, но суд подавать тоже выяснилось, что очень тяжело, то есть, бюрокритическими способами, ну, митинги как бы тоже сейчас, из-за ковида, ну, вообще, тоже сложнее все это делать. Да, да, я понимаю, и, собственно, ведь обратите внимание, почему на этих вопросах мафия расцветает не только в вашей стране, в любой. Во-первых, очень сложно оценить объем и качество работ, ну, деньги зарываются в землю, а в работах среди, они не очень понимают. Дорожное строительство по той же причине, как бы, такая область. Вот. И, соответственно, один из способов поднимать общественный интерес, это просвещать людей. Зачем это нужно? Зачем нужно грамотное захоронение обходов? Зачем нужно рекультиваться? Качественные они, а бы как, что их собственные деньги тратятся впустую, а могли бы приносить пользу. Вот. И, наверное, еще спрошу про экофеминизм. Вот как раз-таки вы обозначили это мельком, да, то, что женщины, они участвуют меньше в потреблении, они более экологичны. И вот мне кажется, просто, ну, я знаю, как бы, концепцию экофеминизма очень такую реакционную, наверное, что ли, где там женщина представляется как богиня-земля. И вот мне вообще эта концепция не нравится. Но мне кажется, вот, есть какое-то направление такого марксистского экофеминизма, который как раз-таки говорит, что вот о гендерном неравенстве, во-первых, с одной стороны, и про потребление, как тоже, да, как его снижать. То есть на уровне вот этом, может быть, может быть, вы уже слышали про какие-то марксистские течения экофеминизма. Вот, про это я не знаю, как бы общий момент, поскольку я, будучи поведенщиком, соответственно, биологической и психологической стороной гендерных различий интересовался, с одной стороны, в природоохранном движении три четверти девушек и женщин. То есть перекос очевидный. С другой стороны, именно при дискриминации женщин в современном капиталистическом обществе дискриминируемые являются более просоциальными, более коллективистски. Это же верно при сравнении психологии бедных и богатых. То есть межполовые различия здесь повторяют межклассовые. На социальном компасе про это есть работа. Соответственно, да, женщины действительно больше обращают внимание на общее благо, больше готовы что-то делать для этого, тем более, что им труднее уйти в миграцию, если тут станет плохо. Это действительно так и есть, и это те плюсы, которые можно извлечь из их худшего положения при капитализме. А вот вся эта мистика, что женщины более природные существа, ну, это полный бред, потому что все люди социальные существа. Женщины социализируются не меньше, чем мужчины. Просто они социализируются по-другому, в другой роли. И в этом отражается угнетение. Вот. И, конечно, ну, обращение там к богине-земле, к мистике разной никогда никому не помогало. То есть, никакая самая экологичная религия, вроде буддизма, не спасала животных и леса воду от уничтожения приходящего с капитализмом. Хороший пример Японии. Страна, полностью развивавшаяся за счет супергрязного подъема. И, в общем, доведшая свою природу. Уровня, до которого современному Китаю еще далеко. Да, и вот последнее, чем хотела поделиться. Вы говорили про выхлопы, но вот, насколько я знаю, вообще каждый пятый в мире умирает от выхлопных газов, да, то есть, от загрязнения выхлопными газами. Я сегодня узнала, что в Кыргызстане даже нету официально какого-то аккредитованной системы, да, из-за меров выхлопных газов от загрязнения. Я бы оценивала хотя бы 10 самых вредных загрязнений просто нет. Да, вот сегодня я была в шоке от этой информации. То есть, у нас есть, например, государственные комитеты. Да, это страшненько, потому что загрязнение воздуха в крупных городах, вот давайте сейчас я поставлю мировой рейтинг городов по загрязнению, это один из ведущих факторов смертности в каком-нибудь Деле, самый, по-моему, сейчас грязный город, ну и, соответственно, к сожалению, в Бишкеке. То есть, позволяя, не пуская это, люди фактически сами себя убивают. Да, то есть, у нас даже, как бы, государственные королевые агентства... Вот, пожалуйста, вот тут... Так, виноват. Даже государственные агентства, они, как бы, могут сделать замеры, но даже их, как бы, оборудование, там, не аккредитовано, да, то есть, нет сертификации... Вот, пожалуйста, да, 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 вот тут города Непала, Индии, Сеул, Ханой, Кномпень, Чунцин, Бишкек, Кыргызстан, 17-е место. Но это данные за начало 2000-го года. Тут виден сайт, на котором в режиме реального времени можно оценивать качество воздуха. Самые загрязнённые города по миру. А, нет, виноват, это 18-й год, то есть, ещё до коронавируса. У нас зимой, как бы, Бишкек вообще стабильно, первый, вот, прямо на первом месте, почти, вот, в этом рейтинге. Угу, угу. На Air Visual, что, как раз-таки, охрана природы для жителей индустриальных стран очень хорошо виден из таблицы 1, здесь же. То есть, грубо говоря, когда в развитых странах запретили наиболее опасные пестициды, вроде ДДТ и Дилдрина, компании, естественно, продали нераспроданные остатки в третий мир. Для этого запрета не было. после чего содержание пестицидов в моче, крови, жировой ткани у жителей, у мексиканцев, нигерийцев, гондурасцев выросло, а через некоторое время, через потребление сельхозпродукции, всяких тропических фруктов и прочего, выросло и у американцев. То есть, фактически, это гадит в собственный суп. Когда человек начинает понимать эти взаимосвязи, он по-другому на это реагирует. Важно еще вот эту ссылку сюда в чат. Но это все будет в презентации. Хорошо. Я презентацию вам сейчас пошлю. Отлично, да, спасибо вам огромное. Вам спасибо, что слушали, прошу прощения, что затянул. Материал объемный, и если вам это интересно, я был бы рад и дальше вам рассказывать, потому что мне очень приятно вам помогать, поддерживать. Спасибо большое. У нас вот есть еще параллельная программа школы методологии художественного исследования, где мы учимся, вообще, ну, анализируем практику, ну, во-первых, художественного исследования, но мы еще и включаем какие-то лекции, семинары по вообще, как проводить исследования, да, то есть, данные, там, выборка, вот это, ну, то есть, ну, они могут быть разные, то есть, там, гуманитарные, в гуманитарных, свои, вас, свитки, ну, я бы, да, отчет. Ну, да, да. Вот, а так, да, вообще, огромное вам спасибо. Я думаю, что, вот, по списку книг, которые мы вместе составим, получается, может, еще какие-то добавим, я просто думаю, что мы как-то, может быть, еще будем, ну, когда наш фестиваль уже закончится, и что? Да, 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 Потихоньку их читать, и там, может быть, вместе обсуждать предметно уже, там, книги или статьи, то есть. Ну, вот, собственно, в моей книжке про экокризис, там это как раз с марксистских позиций изложено, такой вот синтез социальных и биологических знаний. Ну, отлично. Ну, вот, можно с нее и начать. Хорошо, тогда всего доброго. Огромное спасибо, всего доброго, хорошего вечера. Я тогда вам посылаю материалы. Да, все ждем. Спасибо. Собственно, в этот скайп и пошлю тогда. Ага. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok